Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Иси Господи, Благослови, Душа моя Господа, И вся внутренняя мое имя Святой Его. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мне хотелось бы продолжить нашу тему о тех людях, которых мы встречаем в храме. И последний раз мы говорили о священниках. Это действительно очень полезная для любого человека встреча и беседа с человеком, служителем церкви, который во многом может оказаться вам полезным. Случилось это в 90-е годы. В одной воинской части караульная служба, где-то достало наркотики. И солдаты, обкуренные, потерявшие нормальное человеческое восприятие, разоружили своих товарищей, забрали военный автомобиль, УАЗик, сели в него и с криками, с какими-то непонятными возгласами, стреляя направо-налево, стали ездить по воинской части. Кого-то ранили, кого-то едва не убили. И они направили свой автомобиль к выходу из воинской части. И если бы они вырвались из своей воинской части в город, то бед было бы страшно много. Было принято решение командованием части стрелять на поражение. Офицеры выполнили приказ, солдаты погибли. И получилось так, что один из офицеров, принимавший участие в этой операции, больше всего с собой рисковавший, пришел в храм в гражданской одежде и рассказал, что он долгое время не мог себе найти покоя, потому что, как он говорил, я видел в глаза родителей, приехавших забирать тела своих расстрелянных детей, солдат. И мне было невыносимо тяжело, потому что, как он говорил, этот офицер, ведь они нам доверили своих детей нормальными, нормальными ребятами. А вот что-то мы упустили, что-то мы не сделали нужного, что так получилось и в мирное время, и вот не от руки врагов, а от своих же офицеров, данных солдат погибли. В общем, человек этот, этот офицер, он и с психиатрами, и психологами контактировал, и не мог найти себе покоя. Он исповедовался. После исповеди нормальное самочувствие к этому человеку вернулось, и все проблемы постепенно ушли. А мне вспомнилось то, что ведь на протяжении нашей долгой истории российской, наши воины русские в каких только сражениях не принимали участие, но ведь какая была интересная практика. По возвращении, после боев домой, каждый солдат, каждый воин, первым делом шел свой или сельский, или городской храм, и там на исповеди священнику рассказывал о том, как он, в общем-то, геройски защищал свое Отечество, но тем не менее он убивал людей. И, как мы видим, оказывается, не так-то просто проходят эти события в жизни человека, даже и убийства людей, крайне опасны для общества. Но вот, что отрадно, после глубокой искренней исповеди люди возвращались в мирную жизнь нормально, без всяких каких-либо отклонений психических. И, слава Богу, в целом наше российское общество все-таки после многих-многих боев, сражений, войн, многолетних нередко, с ума ведь не сошло. И какое благо, что есть у нас священники, у которых я в прошлый раз, в прошлой беседе об этом говорил, есть ключи от Царства Божьих, как их называют в Священописании, власть прощать человеку, кающемуся его грехи, или не прощать. Если человек искренне раскаивается, то священник с радостью о нем помолится Богу, о том, чтобы та боль о грехе, о любом грехе, которая человека гнетет, милостью Божией через прощение даровала бы этому человеку возможность нормальной последующей жизни по евангельским заповедям. Но, к счастью нашему, у священников есть много и других возможностей оказывать ту или иную пользу людям, к ним обращающимся. Причем священник называется служитель Церкви. Церковь — это все сообщество верующих людей. А священник является служителем этого общества церковного. И что любопытно, из главных церковных таинств, которые может священник совершать, практически все он делает именно для Церкви, но не для себя. К примеру, священник совершает крещение младенцев, взрослых людей, но сам себя крестить он не может, сам себя не может венчать, хотя другие счастливые пары он может и венчать, благословляя их брак, сам себя не может исповедовать, сам себя не может соборовать или возводить священный сан и так далее. Все, что делает священник, исключительно делается для Церкви. Единственное таинство, в котором он тоже принимает участие, это таинство причащения. Но, опять же, и это таинство церковное он совершает для Церкви, и лишь вместе с верующими он принимает и святое причастие. Но кроме этих таинств церковных, таких мощных, глобальных приливов благодати Божьей на человека, у священника есть еще много других возможностей оказывать пользу нашей жизни. Вот есть такая замечательная книга церковная, которая называется «Требник». И, руководствуясь этой книгой, священник, в зависимости от ситуации, может оказывать людям, к нему обращающимся, самую различную помощь. Но, к сожалению, сами люди иногда могут не знать, чем для них священник может оказаться полезным. Мне иногда бывает несколько горько слышать в ответ на предложение, чем вам может быть полезно тому или другому священнику. Молчание. Человек думает, а что же может священник для меня оказать такого хорошего, полезного. Ну вот давайте заглянем в эту книгу «Требник» и посмотрим, какие здесь церковные службы есть, совершаемые священником. Помимо основных, таких как крещение ребенка, исповеди причащения или отпевания умерших, чин освящения корабля, чин освящения колесницы. Нередко обращаются сегодня люди к священникам осветить их новый автомобиль, например. Чин освящения благословения воинских оружий, воинских знамен, икон, освящение крестиков, икон, различных предметов, освящение домов, освящение тех мест жительства, где происходят какие-то странные и опасные для жизни вещи, какие-то аномальные явления. Нередко к священникам обращаются за освящение мест, где люди сажают, потом собираются собрать урожай. Часто вредители мешают этот урожай добрый собрать. Я помню, как-то пригласила меня одна верующая семья к ним на участок осветить их грядки от проволочника. Картофель никак не мог, в них несколько лет уродиться. Участок был освящен, и вот что удивительно, у соседей, к их большой досаде, этот проволочник губил весь урожай, а вот именно в этом секторе, где была земля освящена, этой беды уже не было. То же самое там с разными другими вредителями, вроде крызунов, мышей и так далее. Ну и, а почему бы и соседям не обратиться за помощью к священнику? Был такой случай недавно в Задомском районе, когда верующие обратились к священнику, осветить их поля, не было долго дождя. Батюшка помолился, его дочь прошел той полосой, где верующие со священника молились, а соседние участки, соседние деревни оказались без дождя. Не то, чтобы священник такую власть иметь над природой, этой властью обладает Бог, но обратиться к Богу и быть услышанным, у священника вот есть такая особая прерогатива. Но есть немалое число людей ответственных, занимающих теряные высокие государственные посты, которые, зная об этих уникальных, удивительных возможностях священников православных, стараются использовать это во благо тем структурам, которыми они управляют. Ну, например, в одном из городов Сибири губернатор поручил духовенству негласно, не особенно это афишируя, осветить практически все медицинские учреждения в городе. И, ну, лично мне довелось в течение полутора месяцев объезжать все пункты скорой помощи, освещать их помещения, тот набор инструментов, которыми они пользуются, когда выезжают на помощь больным людям, автомобильный транспорт. И это были 90-е годы, жалко было смотреть на, в общем-то, нищенское тогдашнее состояние медицинской службы, но хотя бы, ну, хоть как бы духовно, хотя бы морально как-то поддержать этих людей, которые за мизерную зарплату, нередко даже не получая ее в свое время, тем не менее, свой долг выполняли. И как они были очень рады тому, что вот церковь с ними. Практически все крупные и небольшие медицинские учреждения в том городе были освещены. После того губернатор попросил осветить те объекты, которые являются жизненно важными для населения. Мы осветили хлебокомбинат, разные другие связанные с пищевой промышленностью объекты. И в целом, ну, как-то благополучные трудные годы были пережиты. И надо было видеть, как рады всякий раз освящению своего рабочего места были те люди, которым священник был приглашен. Ну и сегодня немалое число есть людей и в Липецке, в том числе, приглашающих священников для освящения своих учебных заведений, школ, детских яслей, детских садиков, разных других учреждений, государственных или просто общественных каких-либо учреждений. И всякий раз даже поначалу скептически настроенные, может быть, сотрудники по окончании чина освящения бывают как-то в особенном приподнятом настроении. И, как правило, польза всегда после таких освящений есть. Мне хотелось бы пожелать напоследок всем вам, дорогие зрители, приходя в храм, встретиться с освященниками. И даже если он куда-либо торопится, не постесняйтесь его остановить и изложить ему свою просьбу. И у священников в арсенале, поверьте, огромное, есть множество способов вам эту пользу оказать. И всякий священник бывает очень рад, когда через него эта живительная сила благодатная проистекает на тех, кто к нему за этой силой обращается. Я помню, была такая песня у Антонова, «Только в полете живут самолеты». И действительно, самолет тогда только и является самолетом, когда он летит. Вот можно такое же сказать и о священнике. Только тогда священник является священником, когда он реализует себя как священник, когда он что-то освящает, освящает наше сознание, освящает наше сердце, дает нам возможность что-то новое в себе самих открыть благодаря той духовной энергии, благодати, которая через священника на нас изливается. Поэтому, как бы, кто бы из священников не спешил, как бы он не был бы занят, но на самом деле он всегда будет рад и счастлив вам ту или иную помощь духовную оказать. На этом с вами я прощаюсь. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok